Отлично. Добрый вечер. Мы с вами с молитвой продолжаем изучение книги Шофтим, книги Судей. И сегодня мы постараемся с вами поговорить о Гидионе, сыне Иоаша, о его времени и об особенности этого Судей. И, конечно, я хочу поздравить всех с праздником Ханука, замечательным праздником и пожелать, чтобы свет этого праздника, свет этой заповеди помогал нам на протяжении всего года проникать в тайны Торы и не забывать о том, что самый тайный смысл – это самый простой смысл. То, что мы с вами пытаемся представить себе исторический пласт личности, психологии людей – это самый тайный пласт Торы в том плане, что это очень-очень трудно восстановимо и, на мой взгляд, больше всего дает. Мы с вами говорили о периоде Двора, пророчицы, говорили о войне, в которую были втянуты или на которую собрались большинство колен Израиля, а кто-то на эту войну не вышел. И мы представляем себе, что после победы Двора ситуация сложилась совершенно иная. Мы можем с вами говорить о том, что состояние сыновей Израиля изменилось. Я напомню, даты Двора – это 1066 год до этой эры. В это время заканчивается время Двора, судьи Двора, пророчицы. Мы представляем себе, что угроза кананских племен была снята. Она была угроза такой реконквисты, нового завоевания кананскими племенами земли Израиля. Она исчезла, была одержана чудесная победа. Среди сыновей Израиля был довольно сильный пророк Двора. И все, как бы, многие-многие проблемы, в том числе и проблема идолопоклонства, отошла на задний план. Однако мы с вами, если мы заглянем с вами в главу, в шестую главу, который рассказывает о периоде после смерти Двора, тут говорится так. «И стали сыны Израиля делать злое перед отчаямой Бога, и предал их Бог в руки медьян на семь лет». То злое, что стали делать сыновья Израиля, совершенно иное. То есть, очень часто говорится одна и та же фраза или похожая фраза, а за ней скрывается совершенно другой контекст. Здесь речь не может идти о бытовом поклонстве, здесь речь не может идти о том, что сыновья Израиля утратили свое чувство превосходства над окружающими народами, превосходство своей веры, превосходство, так сказать, своего Бога над всеми остальными Богами. Все это к ним вернулось и подняло, и возвысило их дух. И поклонение чужим Богам, оно во многом было вызвано тем, что окружающие народы были более успешны и постоянно давили на сыновей Израиля. Эта проблема снялась. Успех, чудесная победа, вдохновенное пророчество – все это возгласило сыновей Израиля и отодвинуло. Зачем им поклоняться чужим богам, когда есть свой такой Бог, когда это наполняет душу, и наполняет душу песней, которую сказала двора. В чем же тогда проблема делать зло перед очами Бога и так, что он их предал в руки медьян? Раньше мы говорим, когда у нас был Кушан Ришатаем, проблема с Кушан Ришатаем, там было сказано, что Бог продал их в руки Кушан Ришатаем, а здесь отдал. Мы понимаем, что есть разный смысл в этих словах. И не случайно сказано «продал», если рассматривать как народ, как удел Бога, то мы знаем, что земля, по крайней мере, в земле Израиля по закону Торы, а мы можем сказать так, как бы образно, по крайней мере, что Всевышний живет по законам Торы, земля продается на время, потом, и тот, кто продал землю, он старается ее выкупить как можно быстрее, то есть он связан с этим наделом, он хочет его приобрести обратно, у него заповедь приобрести, это наделан обратно как можно быстрее, если он его продал, а когда он его отдал в подарок, мы уже здесь не чувствуем этого, такого подтекста. Отдал и отдал, отдают, отдал в подарок, не подарил землю, обычно тот кусок, который отчаялся его обработать, вырастить на нем что-то, то ли он весь засыпан камнями, то ли он совсем не плодородный, то ли он зарос колючками, так что хозяин не может справиться с сорняками, он отдал его, скажем, соседу на бери, может быть, ты что-то сделаешь, я не могу, да, то есть продажи, продал и отдал, за этими словами слышится разный смысл. Вот здесь как бы Всевышний отдал сыновей Израиля в руки медиан на 7 лет, как бы такое несколько большее отдаление Всевышнего от народа, с чем это связано, с какой же зло они делали. Где мы можем представить себе эпоху судей, ту проблему, о которой мы говорили, и которая не была исправлена, сыновья Израиля. Сыновья Израиля не изучали Тору, не изучали ее законы, не интересовались тем, в чем отличие их веры от других народов. Они не пытались осмыслить единство Бога и не исполняли заповеди ежедневные, Тора, письменная Тора не была распространена, было мало свитков, как мы с вами говорили, а устная Тора, мудрецы Торы не ходили из города в город, то, что начала делать двора, было заброшено, а люди не приходили на праздники в мешкан в шило, где были священники, которые могли их научить, чему-то даже за то короткое время, которое человек находится на празднике, можно было многое услышать от священников, мы видим такую тотальную безграмотность, тотальную безграмотность, состраняющуюся в народе. Мы сейчас почувствуем ее там в главе, мы не просто, скажем, постараемся увидеть намеки на это в самой главе, да, и об этом говорится, что это зло перед отчаянием Бога, да, безграмотность, незнание своей истории, не помнят, даже не помнят об исходе из Египта, не смогут сказать, что это такое, и, скажем, это зло не в том смысле, что взяли, не дай Бог, там украли, убили, поклоняются идолам, это зло, которое назревает, обязательно, обязательно придет, обязательно будет, потому что какое-то время на том заряде, который дала двора, еще можно продержаться, а потом будет резкое падение без изучения Торы, без соприкосновения своей традицией, без постоянного контакта с мудрецами Торы и с храмом невозможно удержаться на таком уровне, который не приведет сыновей Израиля к тому, что они будут похожи на другие народы и к тому, что они скатятся к идолупоклонству. Недаром говорится, что тот, кто отрицает идолупоклонство, он признает Тору, как бы всю Тору, отрицает идолупоклонство, признает всю Тору. Тору противоположно идолупоклонству. Здесь хочется напомнить, что идолопоклонство, о котором мы постоянно говорим, оно страшно не тем, что человек кланяется перед какой-то статуей, приносит ей жертвы, дары какие-то, что у него вырабатываются примитивные представления о мире, ложные представления о мире, что есть какие-то силы, которые управляют этим миром, что за каждой звездой скрывается какая-то сила, и он пытается эту силу притянуть на землю, чтобы она влияла. Отсюда возникает поклонение звездам, кажется, что за каждым явлением природы скрывается какая-то сверхсила, которая выше человека, которой надо поклоняться. Это все как бы такой примитивизм, примитивное мышление. Но этим не заканчивается, потому что идолопоклонство всегда приводит к аморальному поведению, то, что нормы морали нивелируются, в жизнь входит разврат. Ценность человеческой жизни нивелируется, и особенно там, где приносятся человеческие жертвы, жизнь человека перестает цениться. То есть, духовная высота – это не какой-то люксус, не надстройка, как говорили. Это необходимость для существования человеческого общества, и особенно для сыновей Израиля, которые должны не только как бы выжить, держась на определенном моральном уровне, но и должны быть обязательно, должны быть светом для других народов и исправить весь мир. В этом проблема идолопоклонства, когда у человека есть заповедь быть подобным Богу, это одно, это призывает его к высокой морали, прежде всего, к милости и справедливости. Когда человек выдумывает себе Богов и стремится быть на них похожим, Богов природы, то это, как правило, эти Боги жестокие, они обманывают, у них нет никакой обязанности говорить правды и так далее. То есть, в этом проблема идолопоклонства, как бы стирания человеческой личности, стирания образа и подобия. Так я стремлюсь быть подобным Всевышним, у меня сохраняются образы подобия, а так, не дай Бог, я отказываюсь сам от образа и подобия и стараюсь быть подобным, подобным силам природы, которые жестоки, да, если у меня, если не у меня, там у кого-то, скажем, да, мне хочется говорить про себя, не, там у кого-то, там, божество, скажем, медведь, ну так он и будет похож, он только, он и будет похож на медведя, да, если у кого-то, скажем, божество обманывают и воруют, так и человек будет в таком же плане развиваться, строить себя и строить свое общество. В этом проблема. Поэтому мы представляем себе, что отсутствие изучения, что отсутствие изучения Торы, отсутствие четких понятий, да, оно может быть злом перед глазами Бога, не как само по себе таковое, не учил Тору, а то, что когда это распространяется в обществе, да, это корень того зла, которое вырастет, которое разовьется, которое больше будет, которое дальше будет развиваться в Израиле, да. Вот, теперь Всевышний отдает в руки медьян на семь лет. Мы видим, что народы, которые получали, которые получали удар от судей, скажем, от каждого судей, они больше не приходили, по крайней мере, не приходили сами воевать с сыновьями Израиля. С медьянами еще не было, с медьянами еще не было столкновения, да. Медиан, как мы понимаем, это народ, который живет в центре Синайского полуострова, является народом кочевников, он разводит скот. Можно напомнить, что к медьяну бежал Маше в свое время, там тесть его и Тро, оттуда жена из медьян Цепора, жена Маше. Но мы помним с вами, что в период исхода, когда Белам приходит из медьян, он сам по происхождению своему из медьян приходит проклясть сыновей Израиля, то после того, как проблема снята, Маше отправляет Пенхаса для того, чтобы вывывать с медьян. И такой, скажем, как вы сегодня сказали, карательный поход, он довольно жесткий. Сыновья Израиля выходят против медьян. И опять же, да, как бы это религиозная война, как сегодня бы сказали, да, против тех, кто решил восстать против Всевышнего, понимая его силу, попытаться путем колдовства или путем того, чтобы развратить сыновей Израиля, нанести по ним удар, то есть по пути через то, чтобы проклясть, или через то, чтобы развратить сыновей Израиля и разорвать их связь со Всевышним, воспользоваться этим, нанести удар, есть серьезная война с медьян. Но мы понимаем, что прошло уже почти 400 лет с исхода из Египта, может быть, немножко меньше, да, и медьяне, как бы это уже другие поколения, которые мало помнят о всем случившемся, вот. И они как новый народ в том смысле, что они в эпоху судей, они еще не получили серьезного удара, да. И вот они приходят, и семь лет они хозяйничают в стране, да. Это кочевой народ, да, который действует своим способом, своими методами, да. И фактически он пользуется той разрозненностью, которая вновь возникла после того, как двора ушла из жизни, да. Опять же, делали зло перед очами Бога, потому что не двигались вперед. То, что можно было ожидать от сыновей Израиля после дворы, да, что они поставят царя, или они как-то объединятся. Они создадут общую армию, общие отряды, учтут ту разрозненность, которая мешала собрать войско и позволила каким-то коленам не выйти на войну с сестрой, с царем Явином. Это все должно было быть учтено, должно было быть создано единство колен. Старейшины должны были встретиться, обговорить. Да, ничего этого не было сделано. И та ситуация, которую мы видим, что колено сами, сами по себе, они не думают о своем будущем, ни в духовном плане, ни в материальном плане, да, о том, чтобы защитить, защитить свою страну, закрепить успех и защитить страну. Нету этого, да. И приходит медьян, что они делают? Они просто наводняют всю страну, и не находится ни одного человека, ни одного колена, ни одного центра, который бы сказал, давайте соберемся и будем противостоять им. А и так продолжается семь лет, да. Одно по себе уже, это само по себе, это может быть злом перед глазами, перед глазами Бога. И нужно сказать, что мы видим, что народ может объединить только какая-то идея. Какая идея? Идея Тора, идея служения Всевышнему. Мы видим, что двора на основе пророчества, она объединяет народ. А дальше, да, идея создания царства, да, построения храма, это то, что должно было быть объединить людей. Когда нет общей идеи, они не могут объединиться. Не могут объединиться. Тяжела была рука медьян на Израиле. И сыновья Израиля делали себе от медьян подземные проходы в горах, и пешкеры, и укрепления. И не думали, как против, думали, как выжить, но не думали, как противостоять медьян, как освободиться. Что же это такое? Что происходит? Такие мысли, наверное, были у многих. Но духовного заряда, божественного духа не было ни у кого. Кто бы мог подняться и объединить народ. И было, когда посеет Израиль, поднимались медьяне и амаликитяне и сыны Востока и нападали на него. Сыны Востока, те, кто кочевали далеко на Востоке, кочевали далеко на Востоке, кочевые племена, они объединялись с амаликитянами, медьянами приходили. И что они делали? Они просто пригоняли свой скот и пасли его на полях. Конечно, была идея не только в том, чтобы выкормить тучный скот, но и в том, чтобы разорить сыновей, разорить сыновей Израиля. И так окончательно подчинить их себе. И распорогались против них и истребляли плоды земли до самой дороги в Азу. Распространялись против них, распространялись против городов. Города они не заходили, но и сыновья Израиля боялись выйти из городов. И так до самой дороги в Азу. В Азу они не заходили для того, чтобы не создавать себе врага, филистимлян, которые жили в Азе. И мы можем себе представить, это очень важно для дальнейшего, для филистимлян возник очень удобный период. Сыновья Израиля ослаблены до предела, а они как раз могут воспользоваться передышкой. Передышкой в том смысле, что они все-таки так или иначе, они находились под властью сыновей Израиля все время. И были периоды, когда они платили дань. А сейчас они полностью освободились, и они могут воспользоваться этим периодом для того, чтобы объединиться, для того, чтобы накопить оружие, создать армию. Они это и сделали, в отличие от сыновей Израиля и дальнейшим врагом в книге Шовтим. Как мы увидим, они станут сильнейшим противником, который поставит под угрозу существования Израиля еще раз. Так что здесь это важный момент, что доходили до дороги в Азу, а филистимлян они не трогали. И не оставляли на пропитание Израиля ни овцы, ни вола, ни осла. Все истребляли, все забирали, угоняли и съедали, как саранча. Ибо они со скотом своим и шатрами своими поднимались и приходили во множестве, как саранча. И верблюдам их не было числа, а приходили в страну, чтобы разорить ее. И весьма обнищал Израиль из Амидьян и в изопиле сыновья Израиля к Богу. Очень, очень интересно здесь тоже, да, здесь, скажем, фраза похожая на то, что было раньше. И сыновья Израиля вопили к Богу, да, вот, но опять же за ней скрывается нечто другое. Сыновья Израиля кричат к Богу с претензией, да, почему ты нас отдал в руки, Амидьян? Почему ты нас не защитил? Вот у нас, среди нас уже нету идолопоклонства. Мы твой, мы твой народ, да, ты вывел нас из Египта. Это те, кто помнили, что вышли из Египта, были, которые уже не помнят из Египта, да. Почему ты нас отдал в руки, в руки Мидьян, да? Всевышний мог бы им сказать, да, у меня нету другого средства, чтобы вы пробудились. Если вас не отдать в руки Мидьян, то вы погибнете, погибнете сначала духовно, а потом погибнете физически. И было, когда узапили сыновья Израиля к Богу из Емидьян, да, кричат, шумят, да, вот, Всевышнему. А то, что нужно всегда сделать, проанализировать состояние общества и свои собственные поступки, это они не делают. Тогда послал Бог пророка к сынам Израиля и сказал он им так, да, вот, на все претензии Всевышний им ответил через пророка, да. Так сказал Бог всесильный Израиля, я выбил вас из Египта и выбил вас из дома рабства и избавил вас от руки египтян и от руки всех угнетавших вас и прогнал их от вас и дал вам землю их, да, из слов самого пророка. Мы чувствуем их претензии, да, ты вывел нас, ты отдал нам эту землю, ты для Иошуа делал чудеса, а теперь-то что, да? И сказал вам, я Бог всесильный ваш, не бойтесь богов и морейцев, в земле которых вы живете, но вы не послушали голоса моего. Понятно, что о проблеме противостояния другим народам можно сказать разным языком, можно было сказать, не поклоняйтесь их богам, но мы опять же, из слов самого пророка, мы чувствуем, что поклонения чужим богам сейчас нету, не нужно им, не нужно им, не нужно им, не нужно им говорить сыновьям Израиля, не поклоняйтесь чужим богам, не заключайте союза. Все эти проблемы отошли на задний план, да, Всевышний упрекает в боязни, в страхе перед другими народами и в какой-то степени перед их божествами. Это, да, то есть, эту проблему вычленяет Всевышний для того, чтобы им сказать, вы должны не дрожать перед этими народами. Ну, почему вы дрожите перед ними, да, вот, конечно, Всевышний вас защитит, но вы-то должны что-то сделать для того, чтобы не бояться их, вы должны были объединиться все вместе, вы должны были создать армию, да, вот, а вы сидите и боитесь, вы сидите и дрожите, да, ничего не делаете. Теперь на следующее предложение неожиданное. Пророк – это пророк, он пришел, он сказал, сыновья Израиля должны были сделать какой-то вывод, наверное, что какой-то вывод и сделали, но исправить все сразу очень трудно, вот, а теперь появляется ангел Бога. Ангел Бога – это не пророк. Пророк, надо было нам с вами сказать, что когда речь идет о пророке, то это та же самая личность, сильнейшая личность, это Пенхас, который, как мы говорили, по определенным причинам, и вернемся еще к этому, живет несколько воединений. И когда возникает вот такая проблема, когда Всевышний хочет научить чему-то народ или дать ответ, как в этом случае, да, он присылает Пенхаса как пророка. Вот, а теперь, говорится, и пришел ангел Бога, появляется ангел Бога, поскольку, скажем, видимо, прошло небольшое время какое-то, но серьезных выводов из пророчества не было сделано. Да, боязнь перед народами, перед медиан не пропала. Что вы боитесь? Соберитесь вместе, соберитесь вместе, да, проявите смелость духа. Вы же прячетесь по пещерам. Разве вам не стыдно народ Бога? Вы к Богу предъявляете претензии, да, что он вас не защищает. А вы готовы сделать первый шаг? Нет. Да, прячетесь по пещерам, запираетесь в своих городах, смотрите, как разоряют вашу землю, и с каждым разом, скажем, таким набегом ваше существование в земле становится все более и более проблематичным, потому что вы обещаете настолько, что не сможете жить в земле, да. И вот проблема осталась. Тогда пришел ангел Бога и сел под теребинтом, да. Теребинт, дерево, похожее на дуб, скажем, иногда. Иногда говорят, да, сел под теребинтом, который в офре, да. Офра – это место в центре земли Израиля, можно сказать, офра, да, недалеко от, недалеко от Шило, на каком-то расстоянии от Шхема. Сегодня это большое поселение, недалеко от него находится поселение Шило, также поселением является, да, вот, и ангел приходит туда. Почему он приходит именно туда, да, и почему он не приходит ни к одному из мудрецов Торы, не идет, да, мы чувствуем, да, вот, что был мудрец Торы, Иуд Бенгера, который был готов взять на себя ответственность, да, не испугаться и взять ответственность. Сейчас нет ни одного человека такого, да, как бы не к кому идти. Кому он идет, да, ангел, то есть ангелу некому пойти, не за кого зацепиться, некого пробудить, не на кого, так сказать, возложить божественный дух, чтобы он пробудился. Нету человека, у которого собственного страха нету, да, чтобы можно было с ним говорить. Видите, пришел ангел и сел по теребинам, которые в Офре, что у Юаша, сына Виезера, да, совершенно некоторая личность новая. Есть некоторый Уаш, сын Виезера, принадлежит большому семейству Виезера, является его главою, да, живет в Офра. Как мы можем себе представить, да, вот, живет в Офра, в центре страны, а сын его, а сын его, Гедеон, молотит пшеницу в Тачили, да, чтобы скрыть ее от медьян. У Юаша из Офры, сына Виезера, есть сын, его зовут Гедеон, да, и он молотит пшеницу в Тачили. Тачила, это, как сказать, какое есть слово по-русски, это там, где давят виноград, да, вильня, вот, да, вильня, там, где давят виноград, для того, чтобы получить виноградный сок, и в дальнейшем превратить его в вино. И он, Гедеон, обмолачивает там пшеницу. Пшеницу не обмолачивают, и пшеницу не сажали рядом с виноградом. Значит, эту пшеницу он принес специально в Тачила. Зачем? Сказано, скрыть от медьян, потому что, если он будет обмолачивать это на току, который рядом с полем, и удобно, естественно, сделать ток рядом с полем, и там обмолачивать пшеницу, вот, проверить ее, собрать ее в мешки, отвезти, отвезти в дом. Если он это будет делать на поле, то его обнаружат медьян, да, и мы понимаем, что медьян не разрешали это делать, и медьян не разрешали сыновьям Израиля собирать, собирать урожай. Вот, они все, все истребляли, да, и не разрешали сыновьям Израиля собирать урожай, если они кого-то видели собирающим урожай, и него преследовали, и убивали, да, вот, то есть мы понимаем, что они хотят истощить сыновей, сыновей Израиля полностью, да, вот, и завоевать страну, покорить страну, даже не объявляя войны, не вступая ни в какие военные, не вступая ни в какие военные действия, да, понимаем, что это можно только в том случае, если вот состояние народное такое, когда он не готов оказывать сопротивление, и так он скрывается в Тачиле, вот, Медьян, да, вот, и явился ему ангел Бога, забегая немножко вперед, можно сказать, что это происходит сразу после Песоха, первый день Песоха, когда, после первого дня Песоха, когда есть заповедь принести один сноб ячменя в храм, и тут, конечно, возникает проблема с реалией такая, да, что если мы будем говорить, что, как нам говорит Медраж, как говорит комментарий, что это на следующий день после Песоха, то непонятно, откуда взялась пшеница, потому что после Песоха появляются только всходы ячменя, да, однако мы представляем себе, что если у нас добавляется месяц к году, то у нас может возникнуть такая ситуация, когда ячмень уже более-менее вызрела, даже пшеница уже более-менее вызрела, а что если, скажем, может, как правило, ячмень вызревает, появляется, его собирают, первый сноб собирают после Песоха, но может быть такая ситуация, когда уже и вызревает пшеница, зависит от года, да, и вот он, первые всходы пшеницы, пока еще как бы медьян не ищут эту пшеницу, она только-только начинает вызревать, он ее собирает и приносит в точило, потому что сбор винограда в совсем другое время, чем сбор пшеницы, да, и там он обмолачивает эту пшеницу, и ангел говорит ему, Бог с тобою, муж храбрый, в чем храбрость Гедеона? Да, ангел смотрит несколько вперед, видит потенциал Гедеона, в его, он видит его ненависть к медьян, он видит возмущение Гедеона и возмущение его против Всевышнего, что что же это такое Всевышний делает с народом, потому что представление такое, что, ну вот, если нет этого поклонства, так Всевышний уже должен защитить, а люди сами по себе ничего не обязаны делать, или даже, может быть, не такое представление, а такое ощущение, что вот почему Бог не защищает свой народ, да, и сказал ему Гедеон, да, господин мой, да, он, может быть, Гедеон еще и не различает, что это ангел, как это бывает нередко приходит, ишь человек, да, и только потом в разговоре с ним становится ясно, что это ангел, да, и вот здесь говорит, и сказал ему Гедеону, господин мой, если бы Бог с нами, то отчего постигло нас все это, да, вот он выразил, выразил, как бы, мнение своего поколения, своих свертников, так сказать, Гедеону, надо сказать, в это время 40 лет, да, то есть можно представить себе, что он захватил время дворы, а может быть, он даже участвовал в сражении, в сражении, был свидетелем чуда, и полагал, что такие чудеса должны происходить и дальше, и в дальнейшем должны происходить с народом, да, вот, и где все чудеса его, о которых рассказывали, рассказывали нам отцы наши, говоря, ведь из Египта вывел нас Бог, да, тоже очень такая много раскрывающая фраза, фраза, которая, о которой комментаторы говорят, Гедеон в предыдущую ночь узнал от отца своего, что народ вышел из Египта, да, то есть мы понимаем, что традиция оставлена, забыта, да, и вот отец по тем или иным причинам, по каким причинам, может быть, мы с вами увидим в дальнейшем, решил устроить дом о Песах, да, и рассказать своим сыновьям, уже взрослым, одному из них 40 лет, может быть, он старше у него, да, вот, рассказать о том, о том, что Бог вывел из Египта, Бог делал чудеса, Бог спасал народ, и Гедеон, как мы представляем себе, в первый раз сидел, слушал, раскрыв, раскрыв рот, да, даже если он был свидетелем чуда у горы Тавор, у источника, у потока Кишон, да, то о чудесах из Египта он слышит первый раз, да, и это укрепляет его мнение, что Бог должен спасать свой народ, да, вот, и он выражает мнение всего поколения, тех, кто знал о выходе из Египта, или тех, кто смутно знал о выходе из Египта, Бог оставил нас, за что, почему, не знаем, да, вот, еще немного, они скажут, нам нужно искать другого Бога, да, вот это чувство, что оставил Бог нас, с ним они, с ним они живут, да, и боятся выступить против медьян, которых, у которых есть свой Бог, да, и не знают, что, не знают, что им делал, да, где он продолжает, обращаясь к ангелу, возможно, еще полагая, что ангел – это человек, да, ныне же оставил нас Бог и предал нас в руки медьян, да, оставил, мы ничего такого не сделали, а он оставил нас, да, и обратился к нему, и обратился к нему Бог и сказал, иди с эту силой твоей и спаси Израиль от руки медьян, и вдруг, да, как гром с мясного в небо, Всевышний, уже не ангел, да, а Всевышний обращается к Гедеону, говорят, что есть такой ангел, в котором имя Всевышнего, да, то есть он близок к Всевышнему, и Всевышний без ангела может проявиться каждое мгновение, вот здесь ангел начинает говорить все с Гедеоном, а потом начинает говорить Всевышний. Откуда Гедеон знает, что с ним говорит Всевышний? Рамбам и Манит в обведении к своему Талмуду, он объясняет, что пророк всегда знает, что с ним говорит Бог, да, нет у него никаких сомнений. Это там колдуны, гадатели, они могут думать, кто это с ними говорит, что это за такой туманный голос раздается, что это за сила обращается к ним, да, когда пророк, да, голос Всевышнего достигает глубин его души, душа его знает Всевышнего, и он знает, что он говорит со Всевышним. И когда Гедеон поднимается до пророческого уровня, да, в этот момент, когда он слышит голос Всевышнего, он знает, что к нему обращается к Всевышний, да. «Ведь я посылаю тебя», да, и тут происходит невероятное, невероятное. Гедеон проявляет себя как сын Авраама, который спорил со Всевышним, да. Мы можем представить себе этого простого человека, который слышит голос Бога. Вся его душа подчинена, пронизана этим голосом, но у него еще есть свое человеческое, да, и по-своему как бы очень-очень правильное его связь с народом, его переживание за народ, его в конечном итоге переживание из-за Всевышнего, который не проявляется через народ. Когда-то он делал чудеса, а теперь оставил, а теперь оставил народ. И вот Гедеон говорит, да, но он сказал ему «Владыка», да, «Владыка», здесь мы видим, если там он обращался к Адуни, то здесь он обращается во множественной числе к Адунай, да, «Господа мои», как бы формальный перевод, а неформально мы понимаем, что он обращается ко Всевышнему, да, четко понимает, что с ним говорит Всевышний, обращается ко Всевышнему, да. «Чем мне спасти Израиль?», да, «Чем мне спасти Израиль?» «Ведь семейство мое беднейшее, в коленями наше, а я младший в доме отца моего». Может быть, здесь даже лучше его сравнить не с Авраамом, да, вот в этот момент, а с Маше, который отказывается идти, да, говорит, «Чем я спасу?» «Вот ты, Всевышний, вот у тебя там народ, вот ты его и спасай, а я не могу». Да, и в этом действительно есть и упрек ко Всевышнему, да. «И сказал ему Бог, сказал ему Бог, я буду с тобою, и ты поразишь медьян, как одного человека». То есть, эту всю саранчу, всю саранчу, которая наполнена всю страну, ты поразишь, как одного человека. Как Давид Гальята поразил, да, впоследствии, да, и все ближтим, филистимляне побежали, то же самое ты сделаешь, да, ты поразишь одного человека, они все побегут, да. Что-то в таком плане. В любом случае, они побегут, как один человек, да, от страха, преисполненными страхом они побегут. Все это множество, все это саранча, которую вы видите и которой вы боитесь. Почему вы боитесь? Потому что у вас нету связи со Всевышним. Если бы у вас была связь со Всевышним, настоящая, через Тору, да, через мудрец Тора, через мудрецов Тора, через Кагенов, через служение в Шило, да, у вас бы не было этого страха. Так у вас внутри пустота, и вы боитесь эту саранчу, вы думаете, ее много, да, вот, ее много. А сыновьям Израиля запрещено бояться, им нужно верить во Всевышнего. И вот я тебе говорю, говорит Всевышний, вселяю в него веру. Как одного человека, вся саранча, как один человек улетит отсюда? И сказал он ему, здесь написано в скобках, ангелу, не знаю, да, если я обрел милость в очах твоих, скорее всего, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мной. Скорее всего, он обращается ко Всевышнему, а не к ангелу. Вот, сделай мне знамение, да, Гедеон, поскольку у него нету пророческого опыта, мы с вами сказали, что пророк чувствует, что он говорит со Всевышним, это действительно так. Но, тем не менее, нужно добавить то, что Рамбамма и Манит, может быть, не говорится в своем видении в Талмуде, но мы видим с вами это, скажем, в книге Шмуэля, по крайней мере, да, и даже в Торе мы с вами видим, да, вот Всевышний, когда начинает говорить с Маше, он говорит с ним, он говорит с ним голосом отца его, да, так говорит Медраж. То есть первое, что слышит Маше, он слышит голос отца, постепенно он начинает понимать, что как отец здесь, которого нет в живых, как он может здесь быть в пустыне, да, и начинает говорить со Всевышним. Шмуэль, как мы помним с вами из книги Шмуэля, мы, дай Бог, дойдем еще до нее, вот помним тот, кто хотя бы просматривал ее, да, мы помним, что Шмуэль пробуждается, он слышит пророчество голосом своего учителя Ильи, да, Шмуэль живет в Шило, слышит пророчество голосом своего учителя Ильи и бежит к нему. И так несколько раз, пока Ильи не догадывается, что Шмуэль поднялся на пророческий уровень, он не говорит ему, да, вот, обратись, когда в следующий раз услышишь, обратись ко Всевышнему, скажи, говори со мной, я готов. То есть то, что человек, пророк понимает то, что он говорит со Всевышним, да, это правильно, да, но, тем не менее, может быть какой-то начальный период входа в пророчество, знакомства с пророчеством, когда Всевышний не выплескивает все сразу на пророка, всю мощь, всю силу, а постепенно подводит его к этому миру пророчества, да, здесь у Гезиона получилось, что он как бы почти сразу вошел, вот он говорил с ангелом, и тут обращается Всевышний, да, и поэтому у него могут быть и по этому, и по другим причинам, да, потому что он сам по себе не видит себя праведником, да, не видит себя праведником, и отца своего не видит праведником, как мы увидим дальше, отец его далек тоже от праведности, несмотря на рассказ о выходе из Египта, да, вот, у него есть определенные сомнения, и он просит, да, вот, и сказал, и сказал он ему, ангел, если я обрел милость почат твоих, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною, не уходи же отсюда, он обращается к ангелу уже, да, доколе я не приду к тебе и не принесу дары моего, и не предложу тебе, и сказал он, я останусь до возвращения твоего, и вот Гедеон идет, приносит козленка из эйфы, это мера большая довольно муки, делает мацот, и кладет мясо в корзину, и кладет перед ангелом, и сказал ему, ангел Божий, возьми мясо, я, преснаки, положи на эту скалу, преснаки, это мацот, скажем, да, вот, положи на эту скалу, опохлевку вылей, и он сделал так, и простер ангел Бога конец жезла, который в руке его прикоснулся к мясу и к преснакам, и вышел огонь из скалы, и пожрал мясо и преснаки, и ангел Бога ушел с глаз его, то есть Гедеону было показано, что его жертва принесена на его уровне, скажем, начальном таком, ему было показано, что вот ангел, посланник Бога, принял для Бога, или Бог через посланника своего принял его жертву, да, вот, и увидел Гедеон, что это ангел Бога, только сейчас он как бы до конца убедился в том, что он находился в пророческом состоянии, и сказал Гедеон, горе мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Бога лицом к лицу, мы это встречаем несколько раз, и у Якова в борьбе с ангелом, видимо, было такое представление, что если человек встречается лицом к лицу с духовным миром, то он долго не будет жить в материальном мире, мы видим, что это не всегда было так, но такое мнение было распространено среди людей, да, но Бог сказал ему, мир тебе, да, мир тебе, в том смысле, скажем, шалом, да, душа твоя и тело будут находиться в мире, в том смысле, что они будут связаны, будут находиться в гармонии, душа не отлетит от тела, не бойся, не умрешь, да, вот, да, вот, и один, один важный момент, один важный момент, один важный момент, хочу я посмотреть, не пропустили ли мы с вами его, да, вот, видимо, нет, видимо, обсудили мы все, да, нужно с вами отметить, ну, то, что мы, может быть, нужно отметить, что Уфра в колене Минаше, у нас есть это прямо здесь в тексте, и Виезер – это семейство в колене Минаше, да, вот, да, вот, да, вот, момент, который я хотел подчеркнуть и упустил его, это в самом начале разговора, когда Гедеон обращается к ангелу и говорит, ну, что же Бог нас оставил, да, где же эти чудеса, которые были при выходе из Египта, и обратился к нему Бог и сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиль от руки Мидиан. Мы остановились на том, что это обращается Бог непосредственно, а вот с чем он обращается? Иди с этой силой твоей и спаси Израиль от руки Мидиан. С какой силой, да, с какой силой мы можем представить себе, что Гедеон обмолачивает зерна, и он их бьет с большой такой злостью, вкладывая гораздо больше силы в каждый удар, чем это нужно для обмолота зерен, то есть у него есть много силы, которые он не знает, куда направить. Он направил ее на претензию ко Всевышнему, он сердится на сложившуюся ситуацию, да, и Всевышний говорит ему, прекрасно, да, ты не согласен вот с этой силой несогласия ситуации, с этой силой несогласия с тем, что Бог вас оставил, как ты представляешь. Вот этой силой, эту силу направь против Мидиан, да, как бы несколько утрируя, Бог ему говорит, что ж ты эту силу направляешь против меня, что ж ты сердишься на меня, ты направь эту силу против Мидиан, да, то есть нету здесь ни силы Торы, нету ни силы, которая была раньше, когда мы видели у Иудбенгера, нету здесь силы пророчества, пророчества, которая была у дворы, да, а здесь есть сила неприятия, сила возражения. Я не согласен, да, с чем не согласен? Я со Всевышним не согласен. Мы хорошие, он оставил нас. Хорошо. Я не согласен с Мидиан, с этими двупоклонниками, которые на нас, над нами издеваются. Хорошо. Возьми эту силу несогласия и с ней иди, найди ей правильное направление, потому что еще раз силы Торы, силы пророчества, силы какого-то понимания, даже в силы знания и истории не осталось, да, вот эту силу я направлю, говорит Всевышний, да. Вот, Гедеон просит у Всевышнего знак, и он говорит так, да, вот, и устроил там Гедеон жертвенник Богу, да, и в ту ночь ему сказал Бог, возьми быка, который у отца твоего, и другого быка семилетнего, и разрусь жертвенник Баалу, который у отца твоего, и кумирное дерево, которое при нем сруби. Мы понимаем, что в офре, во дворе отца Юаша Гедеона, стоит жертвенник Баалю. Но почему же он тогда ему рассказывает о выходе из Египта? Гедеон. Юаш, отец Гедеона, Гедеону рассказывает о выходе из Египта. Ситуация более-менее понятная. Он ставит, мы видим, что сыновья Израиля прячутся в пещеры, они скрываются от медиан, они не открывают им свои города. В офре Юаш, отец Гедеона, он идет другим путем. Он говорит, хватит, хватит Всевышний, Всевышний оставил нас, я хочу устроиться, я постармливаю жертвенник Бааля, я буду откармливать быка в жертву Баалю, и медиан тогда побоятся трогать нас, чтобы не разозлить Бааля. Те, кто поклоняются Баалю, и божеству, которое они знают, божеству, которое им знакомо, они побоятся трогать нас, они, как бы, те, кто поклоняются Всевышнему, они разоряют, убивают и прогоняют, и все бегут, потому что Всевышний оставил, и медиан не знают, где он этот Всевышний, и мы уже не знаем, где этот Всевышний, я поставлю Баалю, это будет нам защитой. И сработало, действительно, и он даже, и он посвящает быка, посвящает быка, может быть, не одного, посвящает Баалю, и вот их откармливает, этот быков, их не приносит в жертву Баалю, он их откармливает, и откармливает, семь лет уже их откармливают, этих быков, да, и медиан боятся, или не хотят, или у них это не принято, они не разоряют, ни жертвенник Бааля, не берут посвященное Баалю, не разоряют поселение, в котором, в котором поклоняются Баалю, Всевышний говорит ему, разрушь этот жертвенник, который построил отец, да, отец построил жертвенник, так сказать, для отвода глаз, да, а ночью он рассказывает, в Песах решил рассказать тебе про выход из Египта, да, потому что решил, что это, это правильно, да, а для отвода глаз он поклоняется Баалю, да, иди разрусь жертвенник, да, и возьми второго быка и вознеси его всесожжение на полениях кумирного дерева, то есть дерево, которому Ашеры, которые посадили в честь Бааля, или все в честь, да, Ашера, сама по себе богиня, да, которая срубишь, и взял Гелеон десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Бог, но так как боялся он сделать это днем из домашних, из-за домашних отца своего, жителей города, то сделал это ночью, мы видим вот этот вот страх, прозвучавший в упреки, упреки пророка, да, этот страх, да, боится, да, его, может быть, можно понять, да, но само по себе ощущение, что Бог оставил, оно само по себе уже приводит к тому, что люди, люди боятся, и Гелеон еще не вернулся, как бы полностью к раскаянию, у него проснется, и отвага, и мужество, все это проснется, но сейчас он боится, и он повеление Всевышнего исполняет ночью, он разрушает, он разрушает жертвенник, да, и не только разрушает жертвенник, он из деревьев, посвященных идолу, он приносит жертву, да, то, что, в общем-то, запрещено делать, то, что посвящено идолам, нельзя это использовать, не для домашних дел, и нельзя из этого приносить жертву Всевышнему, ни дровами пользоваться, ни животным пользоваться, да, но здесь Всевышний хотел показать и Гелеону, и всем, да, что на самом деле никто это не посвящал Балю, да, это все обман для отвода глаз, и давайте вернемся ко Всевышнему по-настоящему, давайте отбросим этот обман, да, и вернемся ко Всевышнему, и поэтому ему было велено взять то, что посвящено Балю, потому что это не было посвящено Балю, и вот, может быть, в другой ситуации это нельзя было бы делать, если бы он пошел в Сангедрин, то ему было бы собрещено это делать, но как пророк, да, ему было велено принести жертву Всевышнему, думается с того, что посвящено Балю, и даже пророку не могло быть такого повеления, если бы это действительно была жертва Баля, если бы это действительно были дрова для Баля, то не было бы такого появления пророку, да, вот, но потом есть реакция жителей города, да, они поднялись поутру, и вот разрушен жертвенник, они с возмущением приходят к Юашу и говорят, мы убьем твоего сына Гедеона за то, что он осквернил, осквернил, осквернил идола, да, какого идола? Верят ли они в этого идола? А уже непонятно. Понятно, что когда люди делают для вида, то у кого-то начинает возникать представление, что вот этот Балль защищает, он защищает потому, что мы вот такой хитрый ход придумали, или у него действительно какие-то есть силы. Одни думают так, другие думают так, но все возмущены тем, что вот такая спокойная, хорошая жизнь теперь будет закончена, пришел какой-то Гедеон, и разрушил нашу защиту Баля. И тут отец Гедеона, когда жизнь его сына в опасности, он проявляет свою такую простую, простую мудрость, да, и он говорит, да, вот, если он божество, вы вступаете за Баля, но если он божество, пусть сутится сам за себя, за то, что он разрушил жертвенник его, пусть накажет Гедеона, а я не против, пусть Баля накажет моего сына Гедеона, да, вот, если он действительно божество, да, и назвал его в тот день Иру Бабаль, Иру Бабель, имя, которое дал отец Гедеону, Иру Бабель, борющийся с Балем, чтобы сразу подчеркнуть, что с Балем можно бороться, а значит, никакой он не божество, не вступится он никогда сам за себя. И здесь, да, здесь рассказывается о том, что, так как бы завуалировано рассказывается о том, что Гедеон собирает колено Ашера с Вулуной нафтали, да, те, кто первые открыкнулись на, нет, так нельзя сказать, это я зря, да, это те, кто, скажем, он к ним обращается, его соседи, соседи Минаше, может быть, есть еще какие-то причины, прежде всего, эти колено он собирает, и он выступает против Медьян, и терпит поражение, терпит поражение, и когда он терпит поражение, он спрашивает Всевышнего, дай мне знак, да, и вот он берет стриженную шерсть на гумне, да, и просит, чтобы на ней была роса, на всей остальной земле не было росы, Всевышний делает для него, да, вот, а потом, он, будучи неуверен, он просит, чтобы, чтобы роса была на всей земле, а на шерсти не было, и Всевышний делает для него, о значении этого знака мы поговорим в следующий раз, а сейчас я хочу оставить хоть немножко времени на вопросы, я прошу одну секунду перерыв, вы обдумайте вопросы, я сейчас, мы сейчас обсудим, окей, я так понимаю, Равзиев, есть вопрос, просто я думал, мы можем, чтобы не спешить, скажите, пожалуйста, еще раз четко, какой главный грех этого поколения, за который он был наказан, и какое главное исправление должно было быть в этом поколении? – Мне кажется, что, скажем, картина, которую дает нам текст, который на первый взгляд представляется совершенно закрытым и непонятным, в общем-то, картина довольно ясная, и мы как-то ее с вами получили, живет народ, который увидел чудо Всевышнего, и решил, что для него всегда будут делаться чудеса, всегда будут происходить чудеса, понятие того, что нужно создать свою страну, нужно поставить царя, нужно создать свое, нужно создать свое войско, то есть исполнить заповедь, защитить себя, завоевать землю Израиля полностью, это просто понятие отсутствует, и нету людей, которые бы взяли на себя взяли на себя инициативу, проявили бы проявили бы инициативу, их нету больше, этих людей, людей, у которых горит все внутри, горит все внутри, которые, увидев медьян, они бы, скажем, как медьяны совершают набег, они бы, как как мы тетя у хашмана и крикнули бы «Кто за Всевышнего ко мне?» И вот это это ситуация, как как к этой ситуации как к этой ситуации пришли к сожалению, скажем, к отрицательному плану в этой ситуации пришли отсутствие изучения Торы традиции, представление, отсутствие представления о том, что для того, чтобы было сделано чудо, люди должны приложить свои усилия, как отдельный человек, так и весь так и весь народ, да, в этом плане сыновья Израиля делали зло перед глазами всевышнего, да, и мы, как мы с вами сказали, что они, может быть, еще и не делали зло, но если посмотреть чуть-чуть на шаг вперед, то будет понятно, что они идут к они идут к катастрофе как на уровне физическом, так и на уровне духовном, да, то есть отсутствие изучения Торы и отсутствие тех людей, которые понимают, что Тора имеет план, да, имеет планы, имеет такие заповеди, предполагает исполнение таких заповедей, как создание государства, создание царства и объединение всего народа и создание армии, отсутствие этого понимания, оно привело вот к такой трагической ситуации, вместо того, чтобы строить, пользоваться моментом и строить страну и строить армию, сказали, Бог нас оставил, Бог оставил, Он не делает чудеса, он не делает чудеса, это, мы понимаем, что это мысль, эта ситуация, она очень, она очень распространенная, да, как бы крайний его случай описывается в этом, скажем, описывает, если так можно сказать, можно объяснить через анекдот, который рассказывает про человека, еврея, который, вот, во время наводнения поднялся на крышу и читает Таилим, читает Псалмы, да, и пролетает вертолет, да, он говорит, нет, зачем я полезу по лестнице, я Таилим читаю, будет чудо для меня, да, вот, лодка проплевает, он говорит, зачем я буду в эту лодку садиться, для меня будет чудо, я Таилим читаю, потом он утонул, приходит его душа ко Всевышнему, и она спрашивает Всевышнему, почему же ты не сделал для меня чудо? Всевышний говорит, «Ну как я не сделал чудо? Я посылал тебе вертолет, я посылал тебе лодку, я посылал тебе еще тысячу обстоятельств, когда ты мог спастись». Но он считал, что должно быть сделано чудо. Это более-менее состояние этого поколения, и оно вполне и вполне может быть поучительным для нас. Мы вполне и вполне можем сделать из него выводы. Прежде всего, конечно, нужно понять ситуацию, нужно понять текст, нужно понять ситуацию. Мы более-менее с вами это сделали. Дальше мы можем с вами сделать вот такой вывод. Я думаю, что момент недопустимый. Народу, одному человеку понятно, народу рассчитывать просто на Всевышнего и ничего не делать. Окей. Хорошо. Есть что-то еще срочное спросить? Да. Ну вот наше время с вами совсем же истекло. Давайте мы закроем наш форум. И всегда рад встрече. Действительно. Это искренне не думайте. Я уже жду следующей встречи и буду готовиться от вас. Жду вопросов, пожалуйста, или в нашем форуме, или через электронную почту, или как-то еще. Пожалуйста, я жду ваших вопросов. Спасибо большое. Всем хорошей Хануке. У нас праздничный день еще. Всего самого-самого доброго. Спасибо, Равди. Спасибо. Всего хорошего. Хануке самая. Спасибо. Спасибо.